Автопарк региональной службы 03 пополнился новыми машинами. Последние партии отправятся в Тольятти и Сызрань. 11 карет скорой оснащены импортным оборудованием и впервые укомплектованы зимней резиной. Новое авто вместе с докторами оценила Алена Алешина. Водитель скорой помощи из Тольятти Виктор Михеев технику оценивает профессиональным взглядом. Двигатель, комплектация, проходимость. За смену его бригады наматывает до 300 километров. Важно, чтобы в самый ответственный момент машина не подвела. За рулем скорой 32 года ездил и на Мерседесах, и на Фиатах. Теперь пересядет на Газель. Ну в чем уступает? Ну, между ремонтами больше ездим. И, конечно, на марках. Наши быстрее ломаются. Нередко выходит из строя уже по пути в больницу. Специально для таких случаев в Тольятти есть резервный автопарк. Благодаря оперативным действиям персонала гаража машины заменялись. У нас стоит в резерве на каждой подстанции по машине для подмены. Поэтому вот с напряжением сил, собственно, водительского состава, технического состава, они заменялись без ущерба для оказания помощи населению. Новые машины решат проблему изношенного автопарка лишь частично. Полсотни автомобилей Тольяттинской скорой давно пора списать. Похожая ситуация в Сызрани. На сегодняшний день с учетом новых автомобилей у нас еще будет 19 автомобилей со стопроцентным износом. То есть для дальнейшей оперативной и оказания скорой медицинской помощи нам нужно будет еще 19 автомобилей. И зная вот эту вот катастрофическую ситуацию, в первую очередь министр здравоохранения обратил внимание именно на то, что нужно обновить парк, нужно обновить и, так скажем, одежду, обувь, обновить оборудование машин. Каждая стоимостью почти 2 миллиона рублей. Впервые машины скорой укомплектованы современной импортной техникой. Электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, набор для принятия родов, даже наркозный аппарат. Все, что необходимо для экстренной помощи и транспортировки. Помимо этого, вот видим тут зимняя резина. Это в комплект, это первый раз вообще никогда не покупалось для этих автомобилей зимней резины. Они не ездили, не знали, что это такое может быть. В этом году автопарк службы скорой помощи регионы обновили почти наполовину. На эти цели потрачено 235 миллионов рублей из федеральной областной казны. Закупки и кареты для службы 03 продолжатся. Алена Алешина, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.